Доброе утро, Бокертов! Сегодня 10 февраля 2022 года. Вы послушаете выпуск новостей на относительно легком иврите. Это будет язык шестого уровня сложности по стандартам нашего канала. При этом мы воспользуемся текстом из новостного ресурса Хадшон, который принадлежит Министерству образования в Израиле. Сначала вы послушаете диктора, а потом мы разберем текст. Все цепи розбираем. Роша Мемшала Сарао Цар Весарата Калькала Ве Атасия, премьер-министр, дословно глава правительства, министр финансов и министр экономики и промышленности. Обратим внимание, что так как в Израиле женщина возглавляет министерство экономики и промышленности, то здесь, соответственно, слово министр в форме женского рода Сарао и в Смехуте, в сопряжении, слово Сарао преобразовалось в Сарат. Обратим внимание на слово Таасия, чтобы нам было понятно, здесь тот же корень, что в глаголе ОСЭ делает, то есть Таасия, промышленность, это там, где что-то делают. И Цигубы Месибат Итунаим Тохнит Ля Фхатат Йокер Амихья Представили на пресс-конференции программу для снижения дороговизны. Слово Месиба мы знаем в значении вечеринка, но в словосочетаниях оно может иметь и другие варианты перевода, как в данном случае Месиба Шель Итунаим, или в сопряжении у нас получилось Месибат Итунаим, это пресс-конференция, как бы вечеринка или собрание журналистов. Мы обратим внимание, что слово Афхата, уменьшение здесь, тоже в Смехуте преобразовалось в Афхатат. На всякий случай я напомню вам, что по правилам образования Смехута, то есть сопряжения особого словосочетания, если первое слово заканчивается на Гэй и при этом звук А мы слышим в конце, то в Смехуте оно преобразуется в... буква Гэй меняется на ТАФ. То есть у нас было, например, здесь вместо Сара, Сарат, вместо Месиба, Месибат, вместо Афхата, Афхатат. Если вам непонятно было то, что я сказал, посмотрите соответствующий материал. Йокер. Мы свяжем это слово со словом Якар. Якар дорогой. Мейякер приводит к удорожанию. Митякер дорожает. Йокер повышение цен. Мехья, мы, чтобы понять, как образовано это слово, свяжем его со словом Хаим. Жизнь. Хай – это живой. И Мехья – это цена жизни, пропитание буквально. То, что человек тратит на самое необходимое. Йокер, а Мехья – увеличение цен на питание, увеличение цен на самые необходимые продукты. И словосочетание Йокера, Мехья принято переводить на русский язык как «дороговизна». Батохмита мимшальтит леорадат Йокера, Мехья в государственной, извините, в правительственной программе по снижению дороговизны. И мы обращаем внимание, что снижение. В предыдущем предложении редактор выбрал слово «авхата» и в данном предложении поменялось на слово «орада», чтобы показать, что можно по-разному передавать значение снижения. Соответственно, глагол «мовхид» – от него построена существительная «авхата» – существительное действие. И от глагола «морид» построена существительная «орада». Если вам непонятно, в чем различие между этими глаголами, соответственно, существительными, посмотрите соответствующий материал. В описании к этому видео вы найдете ссылку. Продолжаем дальше. Обратите внимание, что в обычной речи мы бы сказали По нормам высокого стиля диктор произносит Теперь не пытайтесь в обычной речи это делать, моя рекомендация, потому что у вас все равно не получится. Вы не сможете конкурировать с диктором, и вы на это не претендуете. Поэтому не усложняйте себе задачу в изучении иврита. В обычной речи все говорят, или 99% из нас говорят на обычном иврите, не на нормативном иврите высокого стиля. Я постоянно предупреждаю, чтобы было понятно. Слово «сахар» – это плата за работу, примерно как зарплата. Мы свяжем это со словом «маскорет» – зарплата. И «сахар» – например, как доход, допустим, переведем. И чтобы нам было понятно, что этот же корень мы встречаем и в других словах. Например, «сохер» – это арендует что-то, снимает в аренду. Или «маскир» – сдает что-то в аренду. Сдает в аренду. «Схирут» – квартплата. То есть, все слова с этим корнем, мы запомним, что у них будет буква «шин» использоваться, которая передает звук «с» в этом корне. «Намух» – это низкий. Кстати, здесь очень интересно подобраны слова, которые связаны со снижением. «Намух» – это низкий. Если мы возьмем глагол «лянмих», это тоже будет снизить. Если вам непонятно различие между глаголами, я еще раз подскажу, что в описании вы найдете ссылку на мой соответствующий материал, где я объясню. «Орадат мехасим» – снижение таможенных налогов. «Мехис» – мы знаем в значении как «таможня». И «мехис» – это еще таможенный сбор, таможенный налог. Во множественном числе «мехасим». «Октанат алия бемихирея хашмаль» – снижение повышения в ценах электричества. В ценах на электричество по смыслу. Здесь слово «октана» использовано в значении уменьшения. Я бы сказал, что это не самый лучший вариант, потому что «октана» в обычной речи используется, как правило, когда мы говорим о физическом каком-то уменьшении. Например, уменьшении текста, когда мы что-то уменьшаем физически. Не лучший вариант, но выбран для того, чтобы мы почувствовали, что есть разные слова, которые передают очень близкие понятия. В иврите очень много слов, почти синонимов, но при этом есть и различия. Я очень надеюсь, что это было несложно и понятно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харахли и Травуд. До свидания.